Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав отправились в очередной рейд. Для большей убедительности пригласили с собой студентов и школьников, представители общественной палаты и ГИБДД. Платформа 47-й километр, место повышенной опасности. В железнодорожные пути в неположенном месте переходят взрослые и дети. Юные участники рейда воочию убедились, насколько это опасно. Жизнь – это самое главное, что есть у нас в жизни. Осознаем, что по какой-то случайности сейчас раз и все, и нет тебя. Стараемся не нарушать, чтобы не происходило никаких случаев. Просто это мгновенная секунда, которая может раз и сбить тебя поезд, и тебя не станет в этот момент. Родители подают живой пример. И в большинстве случаев страдающие дети – это также вина родителей, потому что родители зачастую пренебрегают средствами безопасности в машине, когда возят детей, не соблюдают правила по поводу автокресел, бустеров и так далее. И точно так же, считая, что они вполне в состоянии рассчитать собственные силы, подают дурной пример, переводя ребенка за руку в неположенном месте, чтобы, опять же, сократить время, не опоздать, не успеть. Поэтому, сколько бы мероприятий не проводилось с детьми, еще необходимо, чтобы к этой проблеме были привлечены родители, относились ко всему серьезно, потому что за жизнь и здоровье своего ребенка в первую очередь ответственность несут они. Место было выбрано не случайно. Именно здесь, согласно статистике, совершается большинство правонарушений. На протяжении многих лет причиной травмирования на железной дороге остается халатное отношение к правилам безопасности и отрицательный пример взрослых. Главная особенность такого мероприятия в том, что комиссия по делам несовершеннолетних привлекает волонтеров, ребят, которые могут своим сверстникам на более доступном уровне, чем, например, мы взрослые, более взрослые, объяснить, что это как минимум не круто, переходить дорогу в неположенном месте. И, ну, как максимум, очень глупо. И я думаю, что ребята очень часто знают практически 80% всех школьников или студентов своего города. И они, может быть, уже когда увидятся в компании своей или встретят их на улице, может быть, уже на более эмоциональном уровне, все-таки конкретно уже объяснят с применением всяческих примеров и, может быть, даже с упоминанием всевозможных предосторожностей, что это нельзя делать ни в коем случае. На объектах железнодорожного транспорта не только существует административное правонарушение, как переход железнодорожных путей в неустановленном месте, нахождение и на проездном неприспособленных местах, также безнадзорность, курение 6.24, но также и к уголовной ответственности – это нанесение рисунков в стиле граффити, порча имущества поездов и электропоездов. За это все преследуется уголовная ответственность. В ходе рейда выявлено несколько подростков и, что особенно печально, взрослых, которые, нарушая закон, показывают дурной пример детям. Сергей Григорьев, Ольга Скрябина и Алексей Гущин. Для программы «Городские вести». Продолжение следует...